Так, появилась у меня задумка попробовать повторить вот такой вот колокол. Это ручные колокольчики для детских занятий. Создал в автокаде вот такие вот модели для внутренней и наружной части этой опалубки, для заливки модели. Ну и распечатал на 3D принтере. Получается вот такая. И сюда заливается парафин. Модельная смесь. Вот такая вот получилась форма. Шкурил после 3D принтера и покрывал акриловой красочкой. Несколько слоев тоже шкурил. Перед заполнением парафином наносил вот этот вот разделительный состав. Значит, какие обнаружены проблемы. Соединения идут понизу, да? Двух этих, точнее даже трех половинок. И сложно отцентровать вот здесь вот верхние части, чтобы были одинаковые расстояния, чтобы одинаковая толщина стенки была. Запроектирована толщина стенки 3 мм. Вот внизу оно более-менее соблюдено. А здесь вверх явно не по центру. Почему это происходит? Пока печатал на 3D принтере, три раза выключали свет. Один из этих трех раз принтер сумел восстановиться и продолжить печать, а два раза приходилось допечатывать оставшиеся фрагменты. Возможно, после склеивания пошел этот перекос. И если печатать целиком, то, возможно, все будет ровненько. Такая непонятная. Это первая проблема. Вторая проблема в том, что при заливке сюда расплавленного этого моего модельного состава я использую парафин и палки для клеевого пистолета. Такой простенький рецепт. То вот здесь в верхней части, тут где горизонталь, остаются пузыри воздуха. Это вот первая модель, которая вылита. Тут вообще пузырь еще и внизу. Здесь температура парафина была 80 градусов. Я его заливал, и он успевал тут схватиться, видимо, в каких-то местах. И потом это дело обтекало, уже оставляя вот такой пузырь. Кроме того, сверху вот тоже пузырь остался большой. Ну и на срезе видно разницу в толщине стенок. Здесь порядка 3,5-4 миллиметра. Здесь ближе к 2 миллиметрам. Такая беда. На второй модели я использовал парафин с температурой 100 градусов. Внизу вроде бы все более-менее ровненько, но зато пузыри сверху остались. Причем 2 штуки. 3. Возможно, нужно еще более высокой температурой заливать парафин, но тогда уже начнутся вопросы с самой формой, потому что она напечатана из ПЛА. И ее может ввести. Мне бы хотелось, чтобы эта форма была многоразовой, чтобы можно было оперативно заливать и непрерывно желательно. Для этого, конечно, ее, наверное, следует отлить из алюминия. В общем, такая ситуация. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...